Хорошо, подняли голову, правая нога уходит коленом в направлении правой луки, и кладем пятку так, чтобы при опускании пятка уходила на уровень паховой связки. Поднимаем ногу, оттягиваем носочек, и теперь, укладывая подъем на пол, приподнимаем колено и отползаем коленом выпрямленной ноги дальше, до момента, пока ягодица не коснется пола. Таз при этом удерживаем параллельно плечам и перпендикулярно нашей сагитальной плоскости. То есть, вот мы пробуем добиться положения, когда наша голень и ягодица на полу, и при этом пятка приближим к паховой связке. То есть, вот это положение. Рёбра вперёд, ушли. Пытаемся ребрами уходить за голень. А правое колено, оно приблизительно на уровень уходит подмышки. То есть, посмотрите, отстройку. Мы уходим ребрами, соскользнули, положили лоб на пол. Вдох, копчик, выдох в голову. Вдох, копчик, выдох в голову, соответственно, в землю выдохнули. И теперь по кольцу через землю дышим. Из земли в копчик вдыхаем. Отслеживаем движение по позвоночнику, выдыхаем через лоб в землю. Хорошо. Руки на линии колена. Запомнили приблизительно положение и насколько комфортно и дискомфортно вам было находиться здесь. Теперь уходим на правое бедро. Левую ногу перебрасываем вперёд. Бедро на пятку. И теперь мы проводим малую, незаметную технику. Пробуем посмотреть, что у нас там с правой ногой. Можем её, кстати, выпрямить, да? Пошевелить, чтобы она не взялся. И снова туда же верну. А теперь мы прорабатываем её по линии стопа седалищный выступ. Положили ладошку на ногу и попробовали пройтись от кончиков пальца до седалищного выступа. Ну вот, седалищный выступ, то, что торчит, вот когда седалищный выступ. Так, часть костей таза. И вы известной техникой проходите по ноге. Пулифтация доедите, да? Если у кого-то получается и быстро проскакивает, то можете проскочить вверх, куда вам довольно удобно. Смотрите, какие могут быть по-другому ощущениям. И после того, как вы это сделали, пребывая вот ещё в этом состоянии, мы быстренько перебрасываем ножку назад и смотрим на что у нас произошло. Попу шли нас. И всё, мы посмотрим. А что у нас происходит? Вот допустим. Какие впечатления? Что вы можете сказать? Девушка, что ты можешь сказать? Есть изменения? Вот ощущения права на козобедренном суставе. У кого-то ягодицы, у кого не касалось, допустим. Сейчас легче сидеть или легче. Хорошо. Теперь поднялись. И пробуем выполнить технику прохождения по углу. То есть мы поднимаемся, укладываем изгиб голеностопа на ахилл. левой ноги на ахилл правой и садимся. Пробуем посидеть. Новые ощущения. Ну вот, мы пробуем посидеть, руками помахать. Ну так, нормально. Ну всё, никаких. Получается пятка под копчиком, да? Вот. Вот. Ну вот. Вот ноги сложим. Вот вы садитесь. Вот если под копчиком, это можно. Ну, удобнее. Но дело в том, что тогда будет некая симметрия. И можно и так. Как вариант, можно и так. И будет больше загружена нога. Так они... Ну вот. Первый вариант, да? Тяжело, да? По-первых, больно. Слегка. Есть. Дальше поднялись. Приблизительно рассчитали 4 отрезка, да? 4 до коленны. И сдвинули ножку. Выше. Выше. И аккуратно, мягко начинаем загружать ногу. То есть здесь уже как бы под пятку не получится. И вот мы начинаем медленно, мягко грузить ногу. То есть вы учитесь расслаблять дистантную часть икроножной и комбаловидной мышцы. Если вы можете в этом положении сидеть там и, как бы, не помогая себе руками, ну, это уже ваш, как бы, это ваше такое совершенство в этом. Дальше. Дальше. Поднимаемся. И смещаем. Теперь уже, это получается, средина. Расстояние между голенью, между пяточкой и под коленьем. Поставили. И начинаем медленно, мягко уходить. Ощущения нарастают. То есть вы снова, как бы, убираем руки. Если вы можете убрать, да, ну, если, если очень там вам дискомфортно и больно, то, соответственно, там опираете, загружаете. Вот. Пошли дальше. Поднимаемся. Три четверки. Поставили. Уходим. Соответственно. Последовательно. И входим туда, мы пытаемся максимально расслабить эту опусть. И теперь непосредственно под колено вставили и уходим. Это уже самый такой пик. Последовательная проработка и теперь несколько оборотов суббинирующих и проведущих. Теперь пробуем идти в Адхамукашунасану и посмотреть состояние одной и второй и другой. Что Вы можете рассказать о левой и правой ноге? Есть отличие? Да. Какое? Правая нога больше. Что? Правая нога больше. Да. Я смотрю, уже пяточка почти касается. Да. Вот. Хорошо. Теперь мы уходим левым коленом в направлении левой ладошки. Соответственно, отстроили положение. И еще маленький нюанс. Значит, смотрите, если Вы чувствуете дискомфорт в латеральной стороне, вот здесь, в латеральной и коллатеральной связке где-то. Значит, ну, у кого икроножная мышца большая или надутая, Вы можете вставить большую палец вот там, правые руки, большой палец, правые руки, и туда как бы мышцу вывернуть наружу. Так. Чуть-чуть еще пяточку латеральной. Ага. Ну вот, все. Теперь оттягиваем носочек и поехали. Просаживаемся. То есть, Вы чувствуете, как у Вас работает правый тазобедренный сустав, он работает с упинацией с полностью согнутым коленом. Называется лебедь иногда. Ребра уходим вперед, лоб на пол и дышим массово. У Вас будет работать левый тазобедренный сустав и у кого-то может быть еще в паху ощущаться. Дышим по кольцу МКО микрокосмической орбиты. Вы знаете, вдох в копчик, подняли голову, выдав лоб в землю. И вдох снова из земли. Выдох. Руки на линии колена. Поднялись. Сместили. Влево. Вперед, вправу. Вперед мы сразу разгрузили чуть-чуть. Снова поставили. И теперь вниз работаем. У облегчение. У облегчения взяли. При определенном навыке Вы проскакаете очень быстро. Вы можете куда-то потом найти тягу не только автозону, но и вот это вот что там и прибывая вот раз, сразу же нога ушла и смотрим разный фото, допустим, как у нас было это, и то. Легче или тяжелее вам сидеть сейчас? Легче. Пол ногу. Хорошо, подняли голову и теперь работаем с левой ногой. Поднялись, поставили, смелее. Ну как, нормально? Можно сидеть какое-то время? А? Как-то легче надо было. Последовательно. Прорабатываться. Есть. То есть вот вы сидите, там можно пальчиками пошевелить. Дело в том, что ахилловое сухожилие, ахилловое обладает таким качеством, ну слыб. Ну не зря, да, ахиллы попали стрелой и что, ну в курсе дела, наверное, что при разливе ахиллового сухожилия может быть такой шок, что человек может болевой, умереть от него, если ему не везти иногда. Вот. Вот. То есть там достаточно много нервных окончаний. Мы не притупляем их чувствительность, а мы учимся как бы регулировать это. Это раз, а с другой стороны как бы срабатываем со способностью расслаблять мышцу. То есть если идет какое-то воздействие, есть напряжение, наоборот. Она как бы защитная некая реакция. То есть вот на четверть сели, на четверть сдвинулись и сидим. Поднялись на половину теперь, на среднее положение поставили мышцу. То есть по первой, конечно, достаточно оба колена на полу и вы грузите, вы смотрите, как у нас получилось. То теперь три четверти ставим. Это наиболее объемное место. И загружаем. И теперь подходим. Вот покачаем таким образом. Теперь шупинация, пронация, патхануха шванасана. И теперь посмотрите, как у вас вы можете поамортизировать, да? Как пяточки касаются пола? Вот если с амортизацией. Так. А у кого там они уже стоят? В этом месте. Обратите. В этом месте. В этом месте.